Это Центральный регион, и мы продолжаем. Чтобы оперативно решать вопросы жителей приисторичных Михиновичей, нужны деньги. Местный бюджет пополняется не только налогами. Львиная доля прибыли от продажи земельных участков. Население поселка ежегодно увеличивается. В Михиновичах одними из первых в области освоили площадку электронных торгов. Теперь зарабатывать деньги, а значит полностью обеспечивать необходимыми средствами местный бюджет, стало проще. Уже прошли первые торги в электронном формате. Довольны ли вы результатом? Очень. Я хочу сказать, что неожиданно даже очень успешно прошли. Мы не рассчитывали на такой результат. Переживали за то, что биржа – это промышленный такой товар должен, ресурс продаваться. И многие не будут знать, что земля в том числе продается на бирже. Но вы знаете, молодежь в основном, и плюс бизнес, скажем, пространство, все, как говорится, на бирже. Покупает и продает. На начало года за нас, будем говорить, кому мы доверились, проведено было 14 торгов открытых и продано 5 участков. Когда этим делом мы занялись напрямую, потому что, вы знаете, за полгода заработать 50 тысяч… – Рублей. – Рублей, да, 50. Это говорит о том, что я уже через месяц была бы на дотации, потому что у меня нечем было бы, будем говорить, существовать, платить за то же уличное освещение, все коммунальные расходы. И вот мы сами решили продавать, не доверяя больше никому. Мы провели 3 электронных аукциона. – В этом году? – Да, да. То есть там 14 было и 5 участков. Мы провели 3 и продали 18. Мы заработали 190 тысяч. – Год еще не закончен, и вот очередное предложение. – Следующее. Вам повезло. Сегодня у нас также объявляем электронные торги. Земельные участки очень презентабельные. – Сейчас мы можем торжественно запустить процедуру. – Да, процедуру электронных торгов. – Чем она хороша? Тем, что мы сформировали материалы, и буквально не выходя из кабинета, все проверив, мы заходим на свою электронную площадку под своим логином и паролем, и нажимаем на торги. Ну, мы доверим нашему главному бухгалтеру. Или Сергей? – Не-не-не, только главному бухгалтеру. – Давайте. Объявить торги. Нажимаем с Богом. Обращаю внимание, торги объявлены. Сразу же появился график продажи земельных участков. Интервал на каждый лот дается 20 минут. Вот мы сегодня нажали на кнопку по участкам, которые выставлены на торги. Поэтому добро пожаловать. Продолжение следует...